В этом же разделе мы обращаем внимание на дыхание. Здесь очень важен элемент дыхания, то есть что интересно. Интересна, во-первых, сама структура дыхания, то есть поверхностная, глубокая, ровная, прерывистая и так далее. Раз. И второе, симметричность работы отделов грудной и брюшной полости. А как это проверяется? Открываешь, раздеваешь и смотришь, принимая экскурс грудной клетки. Нужно положить руки. Легко так, чтобы было видно. Экскурс грудной клетки одинаков или какая-то половина поднимается больше. Очень хорошо это видно у детей после перенесенного, допустим, рахита или с какими-то врожденными костными деформациями до развития. Например, воронкообразная грудная клетка, когда уходит вот эти нижние ребра, они как бы идут вот так углом, как воронка. И тогда получается, что вот этот отдел верхний поднимается выше, а нижний поднимается меньше. Соответственно, уже межрёберные мышцы и мышцы диафрагмы не могут по определению работать одинаково. То есть там уже асимметрия идет со всеми вытекающими последствиями. Но это уже не чинится. Смотри, здесь костные нам не надо чинить, нам нужно работать с мышцами. Нам интересна ситуация, чтобы воспринимали мышцы. И тогда при том же костном изменении экскурс будет увеличиваться. Соответственно, объём дыхания и так далее, питание кислорода, насыщение кислорода внутренних органов, оно восстановится. Потому что при нарушении дыхания изменяются процессы работы внутренних органов. Ну это как бы понятно и так далее. Значит, соответственно, любое отклонение от нормы – это сигнал слабости мышц. То есть что мы выявляем? Мы выявляем при таком осмотре самое главное – это какая мышца и с какой стороны гипотонична. Соответственно, дальше идёт её тестирование, идёт работа. Значит, помимо всего прочего, ну да, ну понятно, что соответственно, как только мы находим слабость или гипотонию мышцы, мы, соответственно, тут же определяем её антагониста и её группу мышц, которая, наоборот, находится в состоянии гипертонуса. Второй, следующий метод, который мы используем в диагностике при генезиологии, это метод так называемого мануального мышечного тестирования или ММТ. – это мануальное мышечное тестирование, то есть анализ в переводе, да, анализ мышцы, проводимая руками. Главной задачей этого метода является оценка функциональной особенности мышцы, которая в чём заключается? – Который заключается в способности этой мышцы развивать силу. То есть воздействие этой мышцы на раздражение должно быть адекватно тому сопротивлению, которое на него оказывается. – И как это делается? – Сейчас я покажу. Вот, пока мы разбираем теорию, да. То есть, значит, здесь мы, ну, тебе это будет понятно, то у нас математика, там как бы совсем всё просто, потому что основа вот этой вот диагностики построена на законных механиках. А именно, закон инерции, да, я не буду расшифровывать, да. Для технической службы я расшифровывать не буду. Значит, второе – закон ускорения. – Техсифрование – всё ладно. – Так, ну ладно, пока пишешь, я расскажу о законе. То есть, закон инерции – всякое тело сохраняет состояние покоя или движения, пока воздействие на него других тел, из этого состояния его не выведет. Значит, закон ускорения, что ускорение прямо пропорционально силам действующим на него и обратно пропорционально на его массе. Ну, это не были же записаны, да, законы, или были? – Ну, надо же понять, как это связано. – Закон ускорения с мышцами. – Ну, так сейчас я повести, это вот, когда вы увидите, когда будет действие, это понятно. И третий – закон действия противодействия, то есть взаимодействие двух сил. Двух тел порождают силы, равные по величине, но противоположные по направлению. Соответственно, исходя из третьего закона, сила, на которую воздействует доктор или исследователь, должна соответствовать возможностям пациента. Потому что, если ты будешь давить со всей силой на ребенка, он просто не сможет отреагировать. Поэтому твое воздействие должно быть равно, его воздействие, по крайней мере, не превышать. Значит, все это тестирование осуществляется достаточно просто. И делается это, в принципе, вот так. Смотри, если, допустим, на руке мы тестируем руку, допустим, мышцу локтевую, лучевую, то делаем очень просто – кладем без обхвата, вот это не надо делать, кладем просто, да, и, соответственно, силой давления, допустим, должна эту руку поднять, толкать. Я сопротивляюсь, то есть, да, соответственно, адекватно. И вот что получается, смотрите, при таком раскладе, если мышца нормальная, давай, давай, толкай меня. Если мышца нормальная, через буквально 3-4 секунды она должна быть, то есть, ее состояние не меняется. Если мышца проблематичная, то через 2-3 секунды она расслабит, она упадет. Ну, а вот я держу, и при норме вот этот тонус будет сохраняться. При патологии она упадет, то есть, она будет, он не, пациент не сможет ее держать. Понятно, да, вот это, почему и законы. То есть, вот здесь эти законы как раз и работают. Значит, это момент, момент первый. Мы, да, значит, две цели. Цель первая заключается в том, что... Так, сейчас я соображу. Да, первая цель – это оценка способности мышцы адекватно реагировать на внешние воздействия. В чем оно заключается? Оно заключается в объеме мышечных волокон, которые работают. То есть, вот смотри. Давид, можно твой листочек, да? Можно, можно. Значит, вот смотри. Если, допустим, мы возьмем, скажем, да, вот мышцы. Мышцы состоят из волокон. То есть, определенное количество клеток выстраивается в волоконах. Ну, допустим, их 50, скажем, да? 50 волокон заключается, составляет мышцы. Вот. И здесь ситуация может быть такая, что не все волокна одинаково функционируют. Скажем, в норме они должны все 50 отреагировать. Может отреагировать 25, может отреагировать 10, может отреагировать вообще 0. И вот эту задачу мы выявляем. В чем она, как она определяется? Она определяется во времени. То есть, если мы держим, скажем, в среднем до 15 секунд их сопротивление мышцы равномерное, значит, все волокна включились. Если за эти 15 секунд мышца, скажем, 10 секунд продержалась, а дальше она начинает, ну, расслабляться, значит, соответственно, там, скажем, 75% волокон работает. Если мышца продержалась там 3 секунды и расслабла, значит, 5% волокон. То есть, чем меньше мышца сопротивляется по времени, тем большее количество волокон не реагирует на работу, не реагирует на вот это вот воздействие. То есть, в принципе, если мышца, скажем так, держится меньше 2 секунд, то есть нажал и сразу опустилась, то полностью, 100% волокон не работает. То есть, она полностью расслаблена. Значит, ну, понятно, да, что мы должны, то есть, если мышцы сильные поднимаем, значит, мы удерживаем больше. Если мы чувствуем, что, как бы, вот сопротивляться нет сил и так далее, то есть адекватное воздействие, да, соответственно, третьему закону, о котором мы говорили, механике, да, то есть действие должно быть равно противодействием. Значит, и второй момент, это была оценка способности мышц адекватно использовать всё. А теперь второй тест, который мы проводим, это оценка адаптационной способности мышц, то есть, насколько мышца способна адаптироваться к увеличению нагрузки. И вот здесь, когда мы уже, как бы, поняли вариант первый, мы резко усиливаем на несколько секунд, буквально на, там, скажем, на секунд пять, резко усиливаем силовое давление. И вот здесь, если мышца начинает толкать сильнее, значит, она работает нормально. Понимаешь, что я говорю? Вот смотри. Процесс идёт, да, вот ты поднимаешь руку, давай, сопротивляйся. Поднимаешь, 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 и вот, и вдруг я резко опускаю. Вот если ты начинаешь поднимать сильнее, толкать в ответ, значит, мышца работает хорошо. А я вам говорю, что, наверное, надо прижать? Нет, я тебе говорю, толкай, сопротивляйся. Сопротивляйся, вот ты сопротивляйся, 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 сопротивляйся. Понимаешь? И вот если мышца падает в момент, то её адаптационная способность налевает. Понятно? Вот это вот тест, когда мы определяем возможности мышцы. То есть, она как бы ломается, как бы падает, да, надламывается. Вот тогда её адаптационная способность... То есть, мы определяем два фактора работы мышцы. Первое – это работа её волокон, какой объём волокон включается. И второе – насколько она способна реагировать на изменение нагрузки. И как только мы это дело значит, определяем, в принципе, можно определить возможность, можем определить ситуацию с мышцей, которую мы тестируем, как гипотоничную, и можем фиксировать, тестировать мышцу, наоборот, гипертоничную. И, соответственно, если они работают по-разному, то есть, она как бы сразу резко начинает повышение этой реакции, значит, соответственно, мы выявили изменения, выявили патологию. Значит, так, это задача нашей диагностики. Я просто хотел на диагностике остановиться, чтобы уже к вопросам о лечении, а вот еще, да, момент, в котором мы сейчас поговорим о лечении, мы поговорим на следующем занятии, чтобы уже не возвращаться к диагностике. Значит, еще один диагностический прием, который называется провокацией. Это прием, который происходит в виде специфической стимуляции или специфического раздражения мышцы, который позволяет установить, в какой системе или в каком органе имеется нарушение баланса. Значит, в основе провокации вот этой, в основе этого метода лежит биохимическое направление работа организма, а именно эта реакция связана с нарушением, с увеличением выброса адреналина или серотонина, то есть, скажем, по гансу селье, то есть, по основателю науки о стрессе и дистрессе, ну да, это соответствует фазам стресса, то есть, если гиперреакция связана с выбросом адреналина, то гипореакция связана с выбросом серотонина. Откуда? Ну, адреналина непонятно, а серотонин? А серотонин эпифис вырабатывает адреналин вырабатывает надпочечник, а серотонин вырабатывает эпифис. Поэтому, значит, как мы определяем, и вот здесь есть... ситуация, то есть, как мы это делаем практически, провокации довольно часто делаем, даже на занятиях, на классике показывают, мы вызываем, мы выгоняем организм локально, состояние стресса. То есть, что происходит? Мы осуществляем, я это еще по-другому называю, понятно, симптом козы. что происходит? Да, я, как бы, больная человека, состояние резкого болевого синдрома. Ну, например, скажем, да? Вот. И что происходит дальше? Человек кричит. А? Этот человек кричит. Не в этом дело. Дело в другом. Дело в том, что происходит с этой мышцей. При гиперреакции, то есть, при выбросе адреналина, мышца резко сокращается. А при выбросе серотонина, то есть, если это гиперсостояние для этой мышцы, мышца, наоборот, расслабляется. Значит, должна сокращаться, да? А напрягается, мышца антагониста. Вот смотри, то есть, когда сокращается больное место, это понятно, да? Она напрягается. А бывает ситуация, когда я нажимаю вот здесь, а сокращается у тебя вот эта сторона. Понятно. То есть, болит-то здесь, а дергается вот это. Я думаю... Вот у меня вчера, вчера был такой случай, вот, я думаю, что вы сейчас... Вот время нажимал на одну сторону у нее дергалось в другую сторону. Мышца антагониста или симметричная мышца? А это одно и то же. Нет, вы сказали, антагонисты, это разгибатель-загибатель, а симметричная это... Правильно. Ну, работает и то, и то. Либо та, либо та. Она называется по-разному, а функционируют они совершенно одинаковые. Я же математик, для меня терминология это очень важно. Ну, вообще, я тоже люблю точность терминологии, не математической, а медицинской. Поэтому, в данном случае это не имеет значения, она может работать либо как симметричный, либо как антагонист. И там и так. Все зависит от места. Ну, ты нажимаешь, скажем, на дельтовидную мышцу, у нее нет антагониста, у нее будет реакция с другой стороны, симметричная реакция. А может возникнуть, допустим, нажимаю на трицепс, может возникнуть ситуация работы бицепс, сгибатель, наоборот. Сюда нажимаю, да, посмотри, да, вот здесь, а реакция идет вот такая. То есть, это работа антагониста. То есть, да, то есть... А как часто такое происходит? Я, например, такого как-то не видел, потому что не обращал внимания. Нет, ты когда нажимаешь, на болевую, да, резко делаешь или неожиданно. Реакции может быть две. Смотри, вот допустим, я сюда нажал, может быть, вот такая реакция. А на какие точки, где список этих точек болевых? Не имеет значения. Если ты, допустим, начинаешь, да, смотреть и все, ты видишь проблемное место. Если проблемное место, это триггерная зона. Не важно где, ты можешь при любом раскладе, самое главное здесь, какой смысл? вызвать стресс. Иногда можно просто, если ты, непонятно где, можно просто подойти там и шлепнуть. А что это категория дает? Или уколоть, или ущипнуть. А что это дает? А это дает диагностику, где происходит гипер- и гипотонус. Потому что, если мы видим гипотонус, это уже проблема. Это диагностический момент. Допустим, мы не понимаем. Ну, он нажал на точку, но он там, мы сжался, или расслабился, сжался антогонист. Что это дает? Это дает ситуацию, при которой мы смотрим, мышца при изменениях, при нарушениях, входит в состояние гипертонуса, или входит в состояние гипотонуса. Если гипертонус... с чем работать и как работать? Да, гипертонус, в принципе, это нормальная реакция. Так как мы с ней дошли? Гипотонус, как работать? Я говорю, будет на следующем занятии, чтобы я сразу вам показал. А гипотонус, значит, есть проблема. Значит, идет дисбаланс, и вот эта вот мышца, которая вызывает гипотонус, она влечет за собой весь комплекс нарушений в организме. Вот почему? Что делают кинезиологи? Причем, как раз этот директор мемоцентра, когда я бы говорил, что вот есть такое мысль делать откусы. Говорит, он говорит, я видел. Очень интересно. У человека болит плечо, ему на пятку нажали, и плечо прошло. Так вот, почему? Потому что ситуация, связанная с мышечным дисбалансом, она как раз и происходит. Если проблема, допустим, болит здесь, а мы выяснили, что гипотонус идет вот здесь, то, скажем, да, вот элементы приема кинезиологии, я его растягиваю, сжимаю, растягиваю, сжимаю, а проходит здесь. Но, чтобы понять, где это, мы должны сначала провести диагностику. Что я вам говорил, если я, допустим, вгоняю организм в состояние стресса, нажимаю здесь, а рука идет сюда, значит, вот это вот гипотонус и проблема идет здесь. Начинаю работать и проходит там, где болят, неважно, она может болеть здесь, может болеть здесь, может болеть здесь, неважно. Но дисбаланс идет здесь. Я начинаю работать на участке, вот в этом триггерном участке, где есть дисбаланс, и уходит та проблема, которая существует в организме. Вот на чем основана кинезиология.